Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость откроет вам тайну, как можно активировать силу Божию в ее чистом виде. Оставайтесь с нами. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте, с вами Сидрот. Мой гость Мэтт Соргер. Мэтт, с вами происходило много удивительных, сверхъестественных вещей. Но один случай по-настоящему привлек мое внимание. Серафим, с которым вы столкнулись... Это была очень неординарная ситуация, я был на собрании в Англии. Это было утреннее богослужение в старом каменном здании церкви. В помещении было очень холодно, я поклонялся Богу и вдруг ощутил прямо рядом со мной какой-то жар, словно там стоял обогреватель. Я протянул руку, стало очень жарко. Убрал руку, холодно. Я сказал, Бог, мне кажется, или рядом со мною есть столб огня? Ничего видимого рядом с вами не было? Я ничего не видел, только чувствовал. Затем Бог проговорил в моем сердце. Я послал ангела Серафима на ваше собрание. Ангел Серафим — это ангел огня. О да, Серафим значит пылающий. Это огненный ангел. В то утро я подготовил учение об исцелении, но в церкви воцарилась атмосфера Бога, и я так и не приступил к учению. Тем же вечером, когда мы вернулись в собрание, просто весь горел. Я снял пиджак и спрашивал всех вокруг, «Вам тоже жарко? Вам жарко?» Мне отвечали, «Нет, у нас все в порядке». А мне было жарко. Затем я встал за кафедру, чтобы начать проповедовать, но вдруг Бог сделал меня немым. Поэтому я стоял и просто смотрел на людей в зале почти два часа к ряду. Ого, два часа? Да, вот стоит проповедник, люди ждут, что он будет нечто говорить, а он просто стоит и не издает ни звука. Все сидевшие в зале были в шапках, шарфах и куртках, окна были закрыты, поскольку было очень холодно, и вдруг во всей церкви стало жарко, очень жарко. Люди начали снимать одежду слой за слоем. Затем я понял, что в церкви проявляется Божий огонь, который наполняет все помещение. Люди, ощутившие Божью атмосферу, стали выбегать или даже выползать из зала с криками, «В церкви Божий огонь!» А я просто стоял и смотрел, как Бог двигается на этом богослужении. Когда проявился этот огонь, когда нас посетил ангел Серафим, началось массовое освобождение. Люди кричали «В церкви огонь!» Когда сошел огонь, люди получали свободу от всевозможных вещей. Это было славное посещение Бога в тот день. Давайте вспомним то время, когда вам было 14. Тогда вы впервые встретились с Богом. Как же произошла эта встреча? Когда мне было 12 лет, моя мама сильно заболела. Около двух лет она была прикована к постели. Врачи находили у нее различные расстройства, болезни крови, опухоли. Она потратила на врачей и больницы несколько тысяч долларов, но никто не смог определить, почему ей становилось хуже. Однажды моя бабушка-католичка пригласила ее в свою церковь. Она дала маме приглашение на служение исцеления, где молились за больных. Раньше мама ни с чем подобным не сталкивалась и не слышала об этом, но сказала мне, нужно попасть на это богослужение. В то утро она проснулась с ощущением небывалой боли, но мама знала, что ей нужно попасть в церковь. Войдя в зал церкви, она тут же упала и поползла вперед к священнику, который, к слову, был исполнен Духа Святого и верил в божественное исцеление. Прежде чем он успел возложить на нее руки и помолиться, на ее тело сошла сила Духа Святого. Это было обычное богослужение, пока не пришел Бог. Сила Божия буквально подкинула маму в воздух на три метра. Когда она приземлилась, а мы говорим о чистой силе Божией, все ее тело словно пронзил заряд электричества. Когда мама встала с пола, она была спасена, исцелена и освобождена. Такой была ее встреча с силой Божией. Когда она вернулась домой, я посмотрел на нее и спросил, «Кто ты и что с тобой случилось?» Она сказала, «Сегодня меня исцелил Иисус». Когда она это произнесла, мое сердце и разум словно озарило светом. Я понял, что Иисус реален. Я понял, что мне нужно прощение грехов. Никто не говорил мне, что мне нужно прощение грехов. Я просто знал это. Я попросил Иисуса простить мои грехи. Войти в мою жизнь. И в тот день я и вся моя семья были спасены. Будучи еще подростком, вы много часов проводили в своей комнате, поклоняясь Богу. Кто вас этому научил? В 14 лет я был спасен и стал ощущать сильный голод по Богу. Мы нашли наполненную духом церковь и начали ее посещать. Поклонение Богу было для меня чем-то новым. И когда мы поклонялись, я ощущал атмосферу Бога. Но придя домой, я ничего не ощущал. Тогда я сказал, Боже, я хочу, чтобы Ты был во мне, в моей жизни, даже когда я совсем один. Поэтому я начал поклоняться. Я выходил в свою спальню, включал музыку поклонения и просто поклонялся, совершенно ничего не ощущая, около четырех месяцев, по часу в день. И я никогда не забуду тот момент, когда я стоял в комнате с поднятыми руками, и вдруг надо мной словно открылись небеса. Слава Божия наполнила мою спальню, и я всем своим существом ощутил атмосферу Бога. Теперь Он всегда со мной. Вы написали новую книгу «Безудержный Божий прорыв». Откуда такое название? У меня есть пророческое знание, что мы живем в то время, когда Бог призывает людей, помещая их на нужное место в нужное время для исполнения Его плана в судьбе этих людей. Когда я писал эту книгу, я знал даже по собственному опыту, что есть время, когда к вам приходит Бог, как в случае с исцелением моей мамы. В этот драматический момент посещения Бога происходит моментальный прорыв. Но по опыту своего хождения с Богом я знаю, что есть времена, когда я говорю что-то человеку, веря в мгновенный прорыв, но он происходит не сразу. Я понял, иногда прорыв мгновенный, иногда нет. Но это не значит, что Бог не действует. Поэтому я узнал, как увидеть безудержный Божий прорыв и Его благословение, даже если кажется, что твердыни не рушатся, а горы не двигаются. Как преодолеть это и увидеть Божий прорыв? Ответ есть в этой книге. В книге меня привлекла фраза «перерастите стену». Я уверен, что это слово на сейчас, и оно непременно изменит чью-то жизнь. Посмотрите в камеру и расскажите, что значит «вырасти над стеной». Конечно, понятие «вырасти над стеной» пришло из жизни Иосифа. Как вы знаете, в жизни Иосифа было много стен. Это были стены рва, стены предательства, стены темниц и обвинений. Всю жизнь его окружали неподвижные стены. Кажется, что с ними ничего не сделать. Однако отец Иосифа пророчески проговорил в его жизнь такие слова. «Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеной. Когда я прочел это, получил откровение. Даже если стены не двигаются, это не означает, что вы не сможете прорваться. Если какой-то человек не меняется или ситуация не меняется, это не остановит силу Божию. Иосиф был подобен дереву, ветви которого выросли и, простираясь над стеной, тянулись все дальше и дальше. Однажды он оглянулся и понял, стена там, а я уже здесь. Стена не двигалась. Двигался Иосиф. Бог делает то же самое в нашей жизни. Бог действует удивительным образом. Именно это раздражает врага. Он поручает демонам выполнить различные задания в жизни людей, препятствовать им, одолевать их, вгонять в депрессию, разочаровывать и стараться ограничить ствердынями. Если в вашей жизни есть такая область боли, травмы, насилия и ран, я вижу, как Бог берет эту область и превращает ее в ваш самый большой прорыв, самое большое помазание и даже самую большую власть. Если Бог от чего-то вас освободил, у вас есть власть помочь обрести свободу в этой сфере кому-то еще. Бог делает это в жизни людей прямо сейчас. Ничто из того, что пережил человек, не остается бесполезным. Бог использует во благо все, что пережил в своей жизни человек. Он помазывает таких людей. Знаете, что происходит потом? Враг сожалеет о том дне, когда он вмешался в жизнь человека. Бывают ситуации, когда человек получил обетование от Бога, невероятно прекрасное обетование. Но жизнь, кажется, увела его так далеко, что он уже никогда не сможет достичь этого Божьего обетования. Я всегда говорю «добро пожаловаться в наш клуб». Зачастую мы получаем слово от Бога или видение от Него. Даже Иосиф увидел во сне, что он поднимется до необычайных высот и обретет власть и силу. Однако его жизнь, казалось, шла в противоположном направлении. Его продали в рабство, бросили в ров, заключили в темницу. Его сон говорил о возвышении, а реальность говорила об обратном. Временами может казаться, что наши жизненные условия ведут нас в противоположном тому, что сказал Бог направлении. Бывает, что мы оказываемся в месте, которое кажется невероятно далеким от того места, куда обещал поместить нас Бог. Но нужно понять одну вещь. Вскоре вы увидите, что Бог чудесным образом помещает вас своей рукой на нужное место в нужное время для того, чтобы вы получили божественное продвижение и божественное благоволение. Вы также учите об одном очень важном и сильном понятии. Вы учите о смене перспективы. Объясните это. Да, я думаю, это один из тех больших секретов, которые все должны знать. Способов передвинуть гору несколько. Иисус сказал, скажи горе, и она передвинется. Что делать, если вы говорите горе, а она не двигается? Есть другой способ ее передвинуть, быть выше, перейти через гору. Как это происходит? Подобно Иосифу, смотрите с точки зрения Бога. Библия говорит об Иосифе, человек, проданный в рабство и посланный Богом. Это совсем разные точки зрения. Одно дело быть с проданным в рабство, другое быть с посланным Богом. Разное звучание и разные характеристики. Это две точки зрения, земная и небесная. Земная. Иосифа продали, Иосифа предали, к Иосифу плохо относились, Иосиф жертва. С другой стороны, есть небесная точка зрения. Иосиф человек, посланный Богом. Живя в окружении своих стен, пережив предательство, боль, Иосиф каким-то образом сумел познать божественную точку зрения. Да, пусть меня продали в рабство, но в это время Бог совершает что-то великое. Он послал меня, Он дал мне поручение. Получив это откровение, Иосиф получил и силу простить всех тех, кто причинил ему боль, и сказать, «Да, вы меня продали, но меня послал Бог. Вы пытались избавиться от меня? Спасибо вам, потому что так вы помогли мне переместиться в мое будущее и мою судьбу». Враг делал многое, пытаясь уничтожить с Иосифом. Бог преобразил, переиграл эти события, чтобы поместить Иосифа в нужное место, в нужное время, чтобы тот отправился из темницы на встречу с фараоном и всего за один день поднялся вверх. Мэтт научит вас, как активировать силу Божию в чистейшем ее виде. И более того, демонстрировать ее. Мы скоро вернемся. Мэтт, есть еще один важный ключ к проявлению безудержной силы Божией. Мы часто о нем слышим. Этот ключ состоит в том, что любовь высвобождает силу Божию в чистом виде. Когда вы впервые узнали об этом без учета того, что об этом говорит Библия? «Сид, однажды у меня состоялся разговор с удивительным человеком Божьим, доктором Орелом Робертсом. Это произошло за четыре месяца до того, как он ушел к Господу. В разговоре я спросил его «Доктор Робертс, скажите, пожалуйста, каков один из секретов вашего служения чудес?» Он посмотрел на меня и сказал, «Мэтт, многие сказали бы, что секрет в моей вере, но когда я иду в номер отеля накануне нашего Большого Крусейда, я понял, что молюсь об определенных вещах. Я понял, что молюсь и прошу Бога о Его любви. С тех пор, как я начал так молиться, я входил в шатер, видел людей и ощущал, что чувствует к ним Бог». Тогда же на наших собраниях начали происходить просто невероятные чудеса. «Величайший из даров – любовь». Послание к галатам учит нас о вере. Во многих переводах говорится, что вера действует любовью, но слово в греческом оригинале означает «активировать, приводить в действие». Так что наша вера, вера в чудеса, прорывы или что-то еще, приводится в действие любовью. Об этом говорит пятая глава. «Я видел, как это происходит. Получается, вы можете совершить прорыв или же можете быть прорывом». Да, все верно. Зачастую, когда Бог совершил что-то в нас, далее Он действует через нас. К примеру, когда моя мама была исцелена, это высвободило прорыв для других людей. Теперь мы видим, как тысячи людей исцеляются, как их касается сила Божия. Секрет в любви, которая течет через нас. Принятие божественной любви, которая превыше нашей человеческой любви. Мы видим чудеса, о которых люди говорят, что это невозможно. Был случай, когда на наше собрание принесли женщину. Она умирала от рака костей. Она выглядела как скелет. Она не могла ходить. Ее внесли в зал и положили на первый ряд, прямо рядом с моей мамой. Женщина не могла ни ходить, ни двигаться. Я в это время молился за людей у алтаря. И тут я посмотрел на мою маму. Она всегда искренне излучает любовь Иисуса. Она обвела руками эту женщину и держала ее. Я увидел, что она шептала что-то ей на ухо. Я подумал, что мама молится за нее. Затем я вдруг увидел, как эта женщина подпрыгнула со своего места и начала танцевать вокруг алтаря, взмахивая руками и ногами и выкрикивая, «Мой сын привез меня на собрание исцеления. Мне нужно пойти и сказать ему, что Иисус исцелил меня». Она пробежала мимо меня по центральному проходу зала церкви и выбежала из здания. Ее внесли умирающую от рака. Она выбежала, исцеленная Богом. Позже я спросил маму, что произошло. Она рассказала, Мэтт, я внезапно почувствовала, как внутри меня поднимается огромная любовь к этой женщине. Пока я обнимала ее, сила Божия вошла в ее тело, и она была исцелена. Как мы можем ходить в такой же степени славы, в такой же степени любви, чтобы аудитория наполнялась ими, когда мы там появляемся? Как это сделать? Дух Святой нелицеприятен. Дух Святой даст вам божественную любовь к людям. Все, что нужно сделать, попросить о ней, а также проводить время с Богом в тайной комнате. Когда люди пойдут в тайную комнату, Дух Святой посетит их, когда они его пригласят. Тогда произойдет вот что. Их дух максимально насытится. Когда их дух насытится ощутимой атмосферой Бога, она начнет изливаться через край. То, что они будут переживать с Богом в тайне, будет происходить и на людях. Когда я вхожу в комнату, Бог входит вместе со мною. Дух Святой входит вместе со мною. Уши глухих будут открываться. Рак будет уходить. Сид, у нас была история с одной маленькой девочкой, когда мы были на собрании. Я понял, то, что мы культивируем в тайне, может наполнить собой стадион, и причем не один. Когда Дух Святой начинает двигаться, уши глухих открываются. Так вот, моя команда привела маленькую девочку. Она родилась совсем без ушей. У нее были длинные русые волосы. Мои помощники убрали ей волосы назад, и все увидели, что вместо ушей у девочки лишь небольшие отверстия. Я подумал, здесь нужно не просто исцелить уши. У нее нет ушей вообще. Затем начала действовать чистая сила Божия. А барабанные перепонки были? Нет, не было. Она родилась, не имея ни перепонок, ни ушных раковин. Она была глухой с рождения. Сила Божия стала действовать в этой девочке, и внезапно ее глаза округлились. Увидев ее большие глаза, я спросил, что с тобой происходит? Она сказала, я услышала в своей голове хлопки, и теперь я в первый раз в жизни слышу. Ее семья была рядом, и они смогли сказать, что это чудо совершил Бог. Я вспомнил случай из вашей молодости. Как вы вытерпели? Как вы смогли так набраться терпения? Но в этом ключ. В терпении? Вы насыщались Божьей атмосферой, пока не получили больше, чем достаточно, а затем другие тоже стали ее ощущать. Честно говоря, Бог меня шокировал. Когда я вырос и стал молодым мужчиной, как раз началось мое пастырское служение. Я был молодым пастыром. Однажды я пошел в свой пастырский кабинет, и пока я шел, Бог наполнил собой все пространство вокруг меня. Я словно погрузился в Духа Святого, и Он сказал мне, «Закрой двери, я хочу провести с тобой весь день». Я закрыл двери, сел и вновь ощутил атмосферу Бога, но в этот раз она была иной. На сей раз я ощутил на себе вес славы Божьей. Я был так поражен и благодарен за это переживание, что произнес «Спасибо тебе, Иисус». Когда я произнес «Спасибо», атмосфера рассеялась. Я затих, и она вернулась. Так повторялось три раза, пока я не понял, что ничего говорить не нужно. Я просто ощущал на себе вес славы Божьей. Затем я вспомнил, что у меня есть другие дела, и тогда Бог сказал мне то, что навсегда изменило мою жизнь. Я не знал будущего. Я не видел те 35 народов, к которым мы поедем, не видел людей, которые будут исцелены, не видел детей, которых мы вызволим из рабства, а я этого не видел. А Бог видел мое будущее и сказал, «Мэтт, ты не получишь то, что я приготовил тебе в будущем, если ты не проведешь со мной сейчас это время наедине». Высвободите сейчас Божью атмосферу, чтобы у нас была благодать делать то же, что и вы. Господь, спасибо тебе. Я ощущаю сейчас такое помазание и славу Божию. Я ощущал их все это время. Господь, благодарю тебя, Дух Святой, сейчас ты наполняешь дома, людей. Господь, благодарю тебя, что открываешь двери в небесную тайную комнату. В вашей жизни произойдет новое посещение Духа Святого. Вы увидите Иисуса лицом к лицу. Он посетит вас, проведет с вами время и поведет вас в славу Его атмосферы. Я высвобождаю это на людей. Отец, прямо сейчас, я вижу, как слава Божия сходит на людей, вижу, как вас окутывает Божья атмосфера. Бог не только даст вам благодать для молитвы. Кто-то из тех, кто сейчас нас смотрит, ощущал в себе засуху. Вам было сложно молиться, но на вас сходит новая благодать просто быть. Просто быть с Богом. Вы произносите имя Иисуса, и вам является Его слава. На вас будет новая благодать для личных отношений с Богом. Также я вижу, что сейчас рука Божия исцеляет людей. Во имя Иисуса это помазание чудес. Я слышу, как Бог говорит, что исцелит рак. Я вижу, как люди исцеляются, как опухоли рассасываются от огня Божьего. Во имя Иисуса рак уходит прямо сейчас. Я вижу, как исцеляются болезни сердцем. Вижу, как рука Божия накрывает ваше сердце. Его биение было сбивчивым. Вы ощущали слабость. Сейчас я вижу, как рука Бога исцеляет ваше сердце и дает вам совершенно новое сердце. Ваше тело наполняется новыми силами во имя Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Я Джей Кейл. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске программы «Это сверхъестественность» с Сидом Ротом, чтобы научиться ходить в полной свободе. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня. Вас гнетут обстоятельства. Вам нужно духовное пробуждение. Вам нужна помощь, ободрение, мотивация, вдохновение и прорыв. Благодаря приложению ISN вы сможете каждый день смотреть наше круглосуточное онлайн-вещение. Также вы получите доступ к 700 новым и архивным эпизодам программы «Это сверхъестественно». Узнайте, как другие люди встретились с Богом и получили свое исцеление. Скачивайте бесплатное приложение ISN. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.